Добрый день, мои наземные зрители и их родители! Я морской мудрец, граф Батискаф. Мы с вами в жемчужной бухте, и этой глубиной владею я, граф Батискаф. Подводная математика – мой морской конёк. Я могу пересчитать все жемчужины в лагуне, а их, поверьте, немало. Что это за шум? Это кто потревожил моё подводное царство? Кто там всю лагуну взволновал? Подводный день, ваше жемчужество! Сахар, немедленно прекрати барабанить. Ты же распугал всю рыбу в нашей лагуне. А ведь я прошёл целый курс обучения игры на барабане и заплатил ламинарии за него две жемчужины. Значит, вот кто виноват, что у нас все раковины чуть не полопались в бухте от твоей игры. А ну, позвать сюда ламинарию! Подводный день, ваша рыбомудрость. Подводный день, ламинария. Из-за тебя, ламинария, я попал в очень скользкую ситуацию. Отдавай мои жемчужины обратно. И вообще, на нас буря надвигается. Подожди, Захар. Ламинария, скажи, это ты научила играть Захара на барабане? И взяла с него за обучение две жемчужины. Граф Патискав, ну посудите сами. Не могу же я учить Захара просто так. Я и представить не могла, что он так плохо играет. Хорошо. Тогда послушай, чему ты его научила. Ну-ка, сыграй нам, Захар. А почему ты ламинария уши закрываешь? Ты послушай, чему научила своего ученика. Хотя, я тоже бы не гордился таким учеником. Граф Патискав, я учила Захара играть под счет. Вот так. Раз, два, три. А я не умею играть под счет. Я умею играть на барабане. Только вот теперь из-за моей игры на нас надвигается буря. Да. И она разрушит всю нашу лагуну. Ну, разве я виновата, что Захар не понял, как играть под счет? Хотя, если честно, я на эту бурю и рассчитывала. Только я не думала, что она на лагуну двинется. Ваше жемчужество, помогите. Теперь я, кажется, начинаю понимать, в чем тут дело. Захар, придется мне теперь объяснить тебе, как играть на инструментах под счет. А вам придется очень постараться, чтобы лагуну от бури спасти. Хотя мне, морскому графу Батискаву, достаточно пальцами щелкнуть, чтобы избежать бури. Но нужно преподать урок ламинарии и Захару. Для того, чтобы утихомирить бурю, нужно научиться играть мелодично. Итак, Захар, сейчас я тебе все объясню. Закрывай глаза, а ты, ламинария, будешь мне помогать. Ламинария будет играть на дудочке. И сколько раз она продудит, столько раз ты должен ударить в барабан. Один, два, три. Один, два, три. Молодец, Захар. А теперь опять закрой глаза. Когда ты услышишь звуки металлофона, хлопай в ладоши ровно столько раз, сколько я ударю. Один, два, три, четыре. Захар, молодец. А теперь самое сложное задание. Если ламинария продудит три раза, то ударяй столько же раз по металлофону. А если четыре раза продудит, то четыре раза хлопай в ладоши. Я тебе даже свой любимый металлофон дам. Ой. Чего не сделаешь ради спасения целой лагуны. Держи и палочку. Граф Батискав, но ведь это очень сложно. Захар, а ты попробуй. Сложно научить быстро бегать черепаху, а считать слух несложно. Один, два, три. Ага. Один, два, три. Молодец. Один, два, три, четыре. Ага. Один, два, три, четыре. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ай. Ху-ху-ху-ху-ху. Один, два, три. Хе-хе. Один, два, три. Хе-хе. Хе-хе. Ура! У меня получилось. Хе-хе-хе. А говорил, что сложно. Молодец, Захар. О, вот кажется, и були начинает стихать. А теперь попробуй играть так же на барабане. Ой, я понял. То же самое мне нужно делать, когда я играю на барабане. Хе-хе. Считать и ударять. Хе-хе. Один, два, три, четыре. Получилось. Хе-хе-хе. Вот видите, игра потискав, я Захара не обманула. И две жемчужины тоже честно заработала. И бурю я тоже честно устроила. Эх, я дам вам задание. Если вы с Захаром сыграете вместе под счет, тогда, ламинария, жемчужины по праву твои. А если сыграть вам не удастся, то придется вернуть Захару две жемчужины и еще одну мне. За помощь в спасении лагуны и за беспокойство. Вот к чему сегодня с утра вода мутная была. Видимо, придется мне морской колдуньи с Захаром на дудочке играть. Только бы крабы не услышали, кто ведь засмеют. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ай. И. Один. Два. Три. Четыре. Хе-хе. У нас получается. Хе-хе. У нас получился настоящий подводный оркестр. Теперь можно и выступать. Я уже вижу афиши наших с ламинарией концертов. Хе-хе. Я очень доволен. Теперь я с морской уверенностью могу сказать, что ты, ламинария, честно заработала те две жемчужины, которые тебе заплатил Захар. А ты, Захар, хороший ученик. И тебе тоже полагаются две жемчужины. Ой, спасибо. О, вроде как и буря успокоилась. Пусть моя помощь останется для ламинарии Захара в секрете. Граф Батискав назвал меня хорошим учеником. Их, ушам не верю. Захар хороший ученик и прекрасный барабанщик. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Вы разбудили подводный вулкан. Сейчас извергнусь. Плохо будет вам. Как вы посмели прервать мой сон своим грохотом? И вообще, мне снилось, что на лагуну надвигается страшная буря. Уверен, что это ваших рук дело. Это все ты, Захар. Шел бы ты репетировать со своим барабаном в другое место. Тише! Вулкан говорит. Раз, два, три, четыре, пять. Буду вас сейчас считать. Кто стучал здесь в барабан, Поднимал тут шум и гам, Тот ко мне пусть подплывет. И ответ пускай несет. Захар, это ты, это ты в барабан стучал. Плыви скорее к вулкану. А то нам всем не сдобровать, Как извергнется. Ой, то бурю бушевало, То теперь вулкан проснулся. Наверное, музыка не мой конек. Захар, ты должен отгадать мое любимое животное. А как же мне это сделать? А я дам тебе подсказку. То животное, которое прокричит пять раз, И есть мое любимое. Кто мяукает? Конечно, это кошка. Кошка мяукнула три раза. Ой. А кто умеет квакать? Правильно, ребята, молодцы. Это лягушка. Она квакнула четыре раза. Кто пищит? Конечно, это мышка. Мышка пропищала два раза. А это кто гавкает? Молодцы, ребята, правильно. Пять раз гавкнула собака. Пять раз? Значит, собака Любимое животное подводного вулкана. Угадал. Ой. Собака Это мое любимое животное. Столько книг я прочитал про них. Ах, какие приятные воспоминания. Так и быть. Не буду я извергаться. Пойду досматривать сон. Может присниться, кто же бурю устроил. Ах, уважаемый вулкан, буря уже утихла. А может быть, уже не стоит беспокоиться. А может быть, вы нам еще одно задание дадите? Уж лучше еще одно задание от вулкана, чем все узнают про мои проделки. Граф батискал. Услужите ламинарии. Дайте ей еще одно задание. Ну, а мне на покой пора. Я тоже люблю собак и домашних акул. Пожалуй, поплыву я дальше репетировать. Надо еще в устном счете поупражняться. Ой, до свидания. Плыви, плыви. А по поводу подводного концерта подумай. Нет, нет, ну куда смотрит морская общественность? Уплыл прямо из-под носа? Да еще с подарком от вашего жемчужества. А что делать мне? Как мне заслужить вашу похвалу, вашу рыбомудрость? Хорошо, ламинария. Хочешь похвалы и жемчужин? Прохлопай мне мою любимую песенку. Она состоит из пяти хлопков, а потом еще из трех. Сможешь? Конечно, смогу. У меня очень тонкий слух, и считать до пяти я умею. Итак, сколько в начале хлопков? Надеюсь, граф Батиска даст мне столько жемчужин, сколько раз я ему прохлопаю. Вначале пять хлопков, а затем три. Я готов слушать мою любимую мелодию. Так, надо ускорить ритм. А, ламинария, у тебя и вправду есть музыкальный талант. Думаю, нам надо создать настоящий математический оркестр. Вот эти две жемчужины, твои, одна большая, заслужила. Две жемчужины дал Захар, две граф Батискаф. Ваше жемчужество. Я к вам завтра приплыву и еще раз прохлопаю вам вашу любимую мелодию. Хорошо? Хорошо. А я тебе дам две жемчужины. И тогда очень быстро у ламинарии появится еще одно новое жерелье. Мои сухопутные друзья, сейчас пришло время повторить пройденную тему. Сегодня мы тренировались в счете на слух. Это не так-то просто, ведь у вас перед глазами нет никаких предметов для счета. Нужно просто закрывать глаза и внимательно слушать. Сколько получилось? Ну что, мои сухопутные друзья, теперь, надеюсь, вы разделите со мной идею о создании математического оркестра. А вот и домашнее задание от морского графа-батискафа. Попросите маму или папу разложить на столе баранки, конфеты и яблоки. Правила просты. В этой игре ты не можешь разговаривать. Все те предметы, которые хочешь получить, нужно прохлопать или простучать ложкой. Главное – заранее договориться об условном звуке для каждого предмета. Жду ваших писем. Ваш граф-батискаф. Нужна нам математика, как воздух под водой. Сестренку или братика скорее берись с собой. И с нашими героями учись всегда на пять. Подводные сокровища поможешь сосчитать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научусь считать. Программа есть подводный счет. Кто знает счет тому? Почет. Сокровищ много под водой. Собрать их надо нам с тобой. Со дна подводного достать и математиками стать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научусь считать. Программа есть подводный счет. Кто знает счет тому? Зачёт!